Всем привет! Иногда у меня спрашивают, почему я так спокойно сообщаю о различного рода изменениях у мобильных операторов. Практически беспристрастно озвучиваю новости, в которых говорится о значительном повышении цен, переводе на более дорогие тарифы и так далее. Ну что ж, настало время, чтобы поделиться своим мнением о политике мобильного оператора Beeline. И сразу стоит оговориться, что подобная практика возможна и у других операторов, в том числе я видел сообщение от абонентов МТС с аналогичным содержанием. Но моя история про Beeline. Началось все крайне печально, с того, что одного из родственников не стало. И в тот момент, как вы понимаете, было совсем не до изучения его тарифного плана и перехода на другой, или расторжение договора с мобильным оператором. Некоторое время деньги на счет выносились, затем было решено перейти на тариф без абонентской платы, так как на этот номер до сих пор звонят друзья и дальние родственники, а смысла платить по 400 рублей в месяц нет совершенно. Но оказалось, что баланс составляет минус 357 рублей, а номер заблокирован. Но у Beeline нет сейчас услуги, позволяющей уходить в минус. Если списали деньги, то почему нет связи? В чем вообще дело? Тарифный план все два архив 11-2016. Абонентская плата 400 рублей в месяц. Пакет минут 300 единиц на местные номера и номера Beeline России. Пакет SMS 100 единиц на местные номера. Пакет интернета 3 гигабайта. На момент, когда подошло время для очередного списания абонентской платы, на балансе имелось 43 рубля. Может ли Beeline списать абонентскую плату полностью, загнав абонента в минус? Услуги соответствующие. У Beeline на текущий момент нет. В разделе «Подключенные услуги» тоже ничего подобного не обнаружилось. На всякий случай было проверено описание тарифа в мобильном приложении. Абонентская плата 400 рублей в месяц. При переходе на тариф ежемесячная плата списывается сразу в полном объеме. Пакет услуг предоставляется полностью. Последующее списание абонентской платы и начисление пакета услуг осуществляется ежемесячно в день перехода на тариф. Здесь про отрицательный баланс ничего не сказано. Зато сказано, что одновременно со списанием абонентской платы происходит начисление пакета услуг. И это действительно так. Абонентскую плату списали и даже начислили пакеты, но номер при этом получил блокировку. Из-за минуса на счете, который, в свою очередь, появился из-за списания абонентской платы. Неплохая цепочка, правда? Но мог ли Билайн загнать в минус? Для начала рассмотрим документы на официальном сайте, а затем перейдем к законодательству. В описании тарифа на официальном сайте, внизу, в разделе «Дополнительная информация» указано, если на балансе недостаточно средств для списания абонентской платы, доступ к пакетам минут смс и интернета блокируется. Вам доступны только входящие звонки. Пакеты станут снова доступны после пополнения баланса. Имеется в виду блокировка номера до пополнения баланса, то есть абонентская плата не списывается. Далее идет как раз информация о том, что за дни блокировки Билайн все-таки снимет деньги. И это исключает снятие абонентской платы сразу. Здесь я бы мог сказать, что каждый дурак это поймет, но, как говорится, нельзя недооценивать исключительных специалистов. По мнению особенного, если на балансе недостаточно средств для списания, то происходит списание. В ответе есть небольшой спойлер про блокировку, но об этом чуть позже. Изначально расчет был сделан на то, что на сайте информация верная и зря. Как вы можете заметить, чуть выше отрывка про недостаток средств на балансе написано, что абонентская плата списывается ежесуточно, по 13 рублей 33 копейки. И это абсолютно точно не соответствует действительности. Абонентская плата на тарифе списывается раз в месяц. Сумма 400 рублей. Теперь заглянем в подробное описание тарифа в PDF-файле. Файл этот, кстати, имеет название нескольких тарифных планов. Хотя, возможно, это какое-то кодовое название тарифа. Итак, в примечании номер 2 написано. Последующее списание ежемесячной платы и начисление пакетов минут, смс и интернета осуществляется каждый месяц, начиная со второго, в полном объеме, в день, соответствующей дате подключения перехода на тариф, независимо от количества средств на счете. Получается, что Beeline, исходя из этого описания, мог снять деньги и загнать баланс в минус. Вернемся к основной странице описания тарифа. В ее адресе, кстати, фигурирует другой тариф. Все за 300-10-2016. Но на странице описание другого тарифа. В чем же дело? Скорее всего, Beeline, когда занимался архивацией и перетасовкой тарифных планов, просто не изменил дополнительную информацию. Но легче ли от этого абоненту? Чтобы понять условия предоставления услуг, нужно проводить детективное расследование? Да, в какой-то период Beeline был лидером по легализованным махинациям с тарифными планами. Затем эстафету принял МТС, а в наши дни явные лидеры мегафоны Теледва. Но вернемся к основной теме. Мы выяснили, что у Beeline описание тарифов на сайте и в PDF-файле противоречат друг другу. Правильное описание, скорее всего, именно в файле. Это не очень сильно меняет картину, ведь информация везде должна быть указана верно. А теперь постараемся ответить на вопрос, имеет ли право мобильный оператор загнать баланс абонента в минус? Ведь никаких дополнительных услуг, позволяющих это сделать, не подключено. При оплате услуг подвижной связи посредством авансового платежа в случае исчерпания суммы внесения денежных средств на лицевой счет абонента, оператор связи обязан приостановить оказание услуг подвижной связи. При этом оператор подвижной связи в праве согласия абонента продолжить оказание услуг подвижной связи сверх суммы внесенных денежных средств на лицевой счет абонента. Получается, что оператор должен просто отрубить связь, а все остальное согласие абонента. Увы, но именно в таком виде отложился у меня в голове данный пункт. Постановление правительства об утверждении правил оказания услуг подвижной связи. Почему же, увы, этот документ утратил силу или отменен? Смотрим новую версию постановления. При оплате услуг телефонной связи посредством авансового платежа услуги оказываются в объеме внесенных абонентом денежных средств. В случае исчерпания аванса оказание услуг телефонной связи приостанавливается без предварительного уведомления абонента. Если договором не предусмотрено применение перехода с авансового платежа на отложенный платеж. Получается, что уже несколько лет мобильные операторы могут на законном основании предоставлять услуги в долг, если это прописано в договоре. Как мы помним, у нас есть две версии документов, правда никакая из них договором вроде бы и не является. Но все же. В одной номер блокируется, деньги не снимаются. В другой деньги снимаются, пакеты услуг предоставляются. И небольшая пометка. Я не уверен насчет того, что под отложенным платежом понимается именно минусовой баланс абонента. Но будем считать, что это так. Вроде бы разобрались. Билайн предоставил на официальном сайте некорректную информацию, вводящую в заблуждение, вследствие чего смог изъять средства абонента. Само изъятие можно назвать законным, так как постановление правительства позволяет это сделать. Но что если учитывать обман абонента, намеренный или специальный, путем размещения дезинформации на официальном сайте? Можно также привести интересную формулировку из мобильного приложения Билайн. Вы не оплатили счет и номер заблокировался. Пополните баланс. Напомню, что по закону допускается применение перехода с авансового платежа на отложенный платеж. И что-то мне подсказывает, что слово платеж подразумевает оплату. Получается, что с баланса списали абонентскую плату, которая не является платежом? Ну да ладно. Дело в том, что это еще не все. Мы видим, что номер заблокирован. И как же так получается? Абонентскую плату списали, а номер заблокировали. В техподдержке сообщили, что номер заблокирован корректно. Плата списывается в полном объеме, поэтому возможен единоразовый уход в минус. А при минусе наступает блокировка. Заходим в условия оказания услуг связи Beeline. Нас интересует пункт 3.2, часть 2. Оператор вправе. Приостановить оказание услуг абоненту по договору в порядке, определенным правилами, в случае нарушения абонентом действующего законодательства и настоящих условий, в том числе при наличии задолженности за услуги. Возобновление оказания услуг производится после полного устранения нарушений. Действительно, если баланс абонента находится в минусе, то Beeline его блокирует, а возобновление происходит после оплаты долга. На этом вроде все. Но остается несколько вопросов. Считается ли законным списание денег за услуги, которые не оказываются? Да, Beeline действительно обновляет пакеты минут смс и интернета, но пользоваться ими запрещается до погашения долга. Допускается ли списание средств, которое происходит по причине того, что абонент был введен в заблуждение информации, опубликованной на официальном сайте? Увы, но на эти вопросы я ответить не могу. Надеюсь, что в этом мне поможет Роспотребнадзор. К сожалению, в последнее время поступает все больше сообщений о том, что данный федеральный орган начал выполнять свои обязанности спустя рукава, но тем не менее, разъяснение по возникшим вопросам очень хочется получить. Выводы. Надеюсь, что данный материал показался вам, если не интересным, то хотя бы полезным, и продемонстрировал некоторые возможности мобильных операторов, исходя из условий договора и постановления правительства Российской Федерации о порядке оказания услуг телефонной связи, а также показал наличие неверных описаний тарифов на официальном сайте. Я не утверждаю, что Beeline единственный оператор, который пользуется некоторыми аспектами постановления, или трактует их в свою пользу, пока еще не совсем понятно. Я ни в коем случае не призываю отказываться от услуг компании Beeline именно по этой причине, ибо эти ребята довольно успешно сами роют себе могилу. В Москве и области, где очень много абонентов с очень недешевыми тарифами, минимальная абонентская плата по пакетному тарифу составляет 700 рублей в месяц. Если Beeline решится на то, что давно не делал, а именно на полное закрытие некоторых архивных тарифов и перевод абонентов на другие, то... А на этом у меня все.